Всем привет! Сегодня, как видите, не домашний влог и даже не польский, потому что на данный момент я нахожусь во Франции. Меня сюда пригласила Марка Виши, и мы прилетели с Викой раньше всех. Вообще-то у меня такие неудачные рейсы каждый раз из Кракова, куда бы я ни ехала, поэтому мне приходится практически всю ночь не спать. И первый день для меня как в тумане. Но я сижу, смотрю на вид из окна и понимаю, что оно того стоило. Весь город как на ладони, хочется сесть и как можно дольше любоваться. Небольшая стройка, но для меня это не помеха. У нас очень насыщенная и интересная программа, обязательно оставайтесь со мной. Я уже немножко разместилась, и теперь, пользуясь свободным временем, мы с Викой отправляемся на прогулку по Леону, где-то рядом с отелем, чтобы не потеряться. Здесь так тепло, некоторые деревья уже цветают, а у нас еще и не распустились. А вот красотка Виктория! Привет! Привет, привет! Гуляем, наслаждаемся здесь очень красиво. Дальше нас ждала экскурсия с гидом. Как видите, все было прекрасно организовано. У каждой из нас были специальные наушники, поэтому мы все очень хорошо слышали. И вот только для вас приходится записывать озвучку, чтобы поделиться своими впечатлениями. Даже не самая летная погода никаким образом не испортила наше настроение, и мы очень долго гуляли и наслаждались видами, которые мы встречали на своем пути. Прогулка по городу подарила нам массу незабываемых впечатлений. На каждом шагу в Лионе можно увидеть красивые исторические постройки, интересные памятники. Все из них я не стану озвучивать, но я должна сказать, что Францию я люблю под любым соусом. Это та страна, которая заставляет меня плакать от счастья, честное слово. Если помните, то в прошлом году я влюбилась в Париж, а в этом Леон занял в моем сердце почетное место. Здесь есть какая-то такая легкость. Эти виды покоряют сердце с первого раза. И вот этот слегка ленивый ритм города даже немножко пьянит, если понимаете, о чем я говорю, и невероятно расслабляет. Во Франции я забываю обо всем. Мне кажется, что если бы мне кто-то дал билет в одну сторону, я, наверное, оттуда не вернулась бы. От всего сердца советую вам посетить еще и Леон, если вы выбрали какое-то европейское направление. Мне кажется, в этом месте шиком пропитано все. Каждая деталь мельчайшая. Мы сейчас идем по золотому кварталу города Леон. И очень красивая архитектура, прямо такая ажурная. Очень нравится. Раньше, в 14 веке, все здания здесь выглядели таким образом, а даже в старом городе более современные. Мы добрались до шикарнейшего фонтана, который посвящен всем деятелям, скульпторам, которые трудились над городом, над его созданием. Ух ты! Я что-то прослушала, куда мы приехали, но нахожусь под огромным впечатлением. Куда ни глянь, везде все красиво. И очень чисто, кстати, по сравнению с Парижем. Здесь миллион деталей в этих мозаиках. С ума сойти! Оказалось, что я прослушала название самой главной достопримечательности города Леон. Это базилика 19 века Нотр-Дам де Фурвьер. Вы знаете, в таких местах даже хочется медленнее дышать и помолчать, подумать. И как-то духовно наполнится. И отсюда также открывается фантастический панорамный вид на город. Подходим к старому городу. Я не появляюсь в кадре, потому что очень быстро идем. Я хочу успеть с вами чем-то поделиться и боюсь упасть. Видите, какая здесь дорога. Еще раз, как она правильно называется? Вот здесь сейчас будет написано. Вот, ты не видишь? Ля пролюлиная. Вот она. Это так вкусно пахнет. Вот это розовое, это миндаль в розовом сахаре. Правильно? Да. Как вы думаете, нам видно, что мы туристы? Нас не остановить. Сейчас мы зайдем в секретный дворик. Один из самых красивых в городе. Так. Пойдем. Только посмотрите, как интересно это выглядит. Он такой маленький. И это реально жилые дома. Производимый в Лионе шелк считается самым лучшим и качественным в мире. Мы побывали в магазине, славящемся своей набивной техникой. Это когда каждый цвет наносится отдельным этапом. Внутри уже гусеницы нет. Внутри бабочка. Внутри бабочка. Там формируется бабочка. Видите, это вот ниточка. И ее накручивают таким образом. Вообще-то, кокон, когда он готов, чтобы бабочка не прогрызла дырочку и не сломала нить, его бросают в кипяченую воду. Потом это все. Чтобы она умерла. То есть, пардон, не в кипяченую воду. Ее сначала умертвляют горячим паром, а потом бросают в кипяченую воду. И таким образом они раскручивают. Вот это вот шелк. Для одной нити, обычной нити, нам нужно 7 коконов. И один кокон дает примерно километр нити. А это? Это шелк. А можно потрогать? Она была прикрызана. То есть, это шелк, который был обработан, причёсан, очищен. И потом ее, вот как бы, ну, соединяют. И потом тут, вот, кузнете. Конкретно этот производитель известен не только техникой, но и своими репродукциями всемирно известных полотен на их шарфах. Ну, часто, видите, здесь Марк Шагал. Марк Шагал. Третьяковская галерея в Москве. Тоже Шагал, видите? То есть, его можно купить и в Москве, и здесь. И вот хочу обратить ваше внимание на вот эту часть. Вот это всё ручная обшивочка. Вот здесь тоже ручная обшивочка, видите? Вот, ручная цена такого платка. Ну, вот, 1805. Все это на все равно. Ну, ты хоть понимаешь, что ты платишь, да? Мы сейчас не в самом туристическом месте, но здесь находятся многие мастерские настоящих ливанских мастеров масло-масляное. Но вот, собственно, парень, который делает эту красоту. Вот эта лампа, которую вы видите в форме мишки. Она стоит 7000 евро. И на её производство уходит 3 месяца. Дорогое удовольствие. Ну, честно говоря, если бы мне финансы позволяли, я бы покупала такие вещи, потому что я очень ценю хендмейт. Ух ты! В номере меня ждал подарок от бренда. Что здесь? Сейчас рассмотрим. Ой, мне очень нравится этот уход для волос. О! Смотрите, я даже с собой привезла. Сейчас как раз им пользуюсь. Витамины мне подходят. И маска с маслами я показывала вам. И вот этот шампунь сейчас у меня очень хорошо очищает. Так, что здесь? Это их знаменитая сыворотка. Минерал 89. Это сыворотка под глаза или крем. Я ещё не видела такого средства. Возможно, нам сегодня вечером о нём расскажут. У меня так болят ноги. Знаете, бывает такой момент. Останавливаешься. Вот бегаешь, бегаешь, бегаешь. А потом останавливаешься. И только потом ощущаешь боль. У нас есть свободное время передохнуть. Термальная вода. Виши когда-то тоже ею пользовалась. О! Она говорила, что у меня ничего не было из ухода. Это тоник совершенствующий. Потом почитаю, что это значит. Спасибо, Виши, за подарочки. Пенка для очищения, придающая сияние. И также какой-то крем, по-моему. Что это такое? Оу, вау! Это что-то для меня после нескольких часов сна. Сегодня ночью. Это ночной спа-уход. Маска для интенсивного увлажнения. С гиалуроновой кислотой, как видите. Окей. Спасибо. Этим сегодня сразу же и воспользуюсь. Протестируем. Спасибочки. А вечером нас ждала опознавательная и очень уютная презентация бренда Виши. Точнее, я бы сказала, что это был дружеский ужин, за которым мы беседовали. О том, что влияет на состояние нашей кожи, как помочь ей справиться со всеми теми негативными факторами, которые влияют на нашу кожу не самым лучшим образом. Что помогает восстановить защитный барьер нашей кожи, как помочь нашей коже справляться с теми или иными ситуациями. Также можно было задать свои вопросы. И, конечно же, нам представили абсолютные хиты бренда линейку Минераль 89, которая в этом году пополняется еще одним средством. Вообще, нам также рассказывали о том, что является сердцем бренда Виши, чем славится главный компонент. Это термальная вода из источника Лукас, в которую мы чуть позже отправимся вместе с вами. И, вы знаете, я раньше не была знакома с сывороткой Минераль 89. И мне было интересно послушать. И потом я еще и проверила, как же влияет вода из натурального источника, то есть 100%. И вот создатели сыворотки Виши Минераль 89 сделали все возможное для того, чтобы 89% той самой волшебной термальной воды поместить в это средство, которое в своем составе имеет всего 11 компонентов. Оно подходит любому типу кожи, может использоваться в любом возрасте в качестве основного ухода. И также под ваш любимый крем для того, чтобы придать такой эффект увлажняющего буста, восстанавливающего. И что же такого особенного в термальной воде, которая используется брендом Виши? Это 15 уникальных минералов, которые помогают восстановить, защитить нашу кожу. И, конечно, в составе есть еще и другие компоненты, такие как гиалуроновая кислота и остальные, которые еще дополнительно увлажняют нашу кожу. А еще нам рассказывали о том, как правильно ухаживать за самой нежной областью на нашем лице, то есть за зоной вокруг глаз. Сейчас в линейке Виши Минераль 89 появилось очень легкое, но при этом супер эффективное средство. Оно у меня тоже есть, я уже начала им пользоваться. И оно должно помочь усилить защитный барьер нашей кожи, укрепить кожу, также увлажнить ее. И за счет наличия кофеина в составе, оно должно помогать бороться с темными кругами под глазами. В составе всего 13 компонентов, нет спирта, от душек, разных парабенов и силиконов. И, конечно же, оно точно так же подходит для использования девушкам и женщинам в любом возрасте. Наше путешествие продолжается, во второй день мы отправились в город Бонн, который считается винной столицей Бургундии. Я не знаю, как это удается французам, но все простое и лаконичное здесь почему-то смотрится чем-то абсолютно феноменальным. Дубль номер два. Второй раз в жизни пробую куриток. А я его даже не пробую. Девочки, мы с плесенью будем пробовать сейчас. Вот этот вот голубой. Эти очень сэрные. Очень сэрные. Тут, в принципе, можно снимать каждый уголок и везде. Все такое красивое. Мы находимся на свежем воздухе после обеда. Мы приехали познавать таинство изготовления вина. У нас будет дегустация. Очки типа что-то делают. Нам сейчас будут рассказывать о том, как изготавливают вина. Какие здесь виноградники. Вот за мной молодые виноградники, насколько я понимаю. По-моему, здесь изготавливается белое вино. Во всем узнаем, во всем послушаем. И у нас будет дегустация. Я надеюсь, что у меня еще будет включение после нее. Так как мы будем пробовать пять разных вин. Я вот погреба. Сырость ощущается. Здесь столько бочек. У меня здесь в два ряда, если не больше. Здесь, кстати, совсем не высоко. Первый, что я играю в Гранклю, практически не могу себе позволить. Давай вот. Фотография Дутули Котэфи. Ну вот, что же хочу. Я Дутва апреля. Когда там еще будет видно, да. Успеете сфотографировать и видео сделать. Сейчас они есть. Значит, понтимся. Смотрим. Цвет. Просто нужно в этом разбираться, да. Чтобы действительно это делать. Нужно быть профессионалом. Вот, значит, посмотрели на цвет, ну оценируем, там прозрачно, там может стекать по бокалу. Видите, вот это, можно сказать, на нотке маслянистое вино, потому что остаются повозни у бокалу, а ножки остаются. Потом должен быть, взбалтывать нельзя. Я взбалтала, но на самом деле нельзя взбалтывать. Идет первый нос. Сверху. Сверху. Так хорошо, глубоко носик опускаете и отдыхаете. Здесь этот аромат понюхали. Потом можно уже его так вот покрутить. Таким образом вино насыщается кислородом. А то второй нос идет. Второй раз аромат. И по идее аромат будет отличаться. А затем уже мы дегустируем. Вот никогда не знала, что у вина бывает жирность и вязкость. Ой, нет фокуса. И это зависит от глины и также от погоды. Чем теплее погода летом, тем больше будет вот этой вязкости, жирности. И это можно наблюдать по тому, как вино стекает по бокалу. Теперь мы приехали в Бон. Находимся в центре города. Некоторые рестораны и кафе закрыты. Интересно, почему? Все что-то снимают, фотографируют. У нас пешая прогулка, ужин. Вот такая лайтовая программа на сегодня. Мы приехали сюда ради того, чтобы посмотреть не просто город, а также госпес. Пойдем внутрь и будем слушать нашего гида. Что же тут такого особенного происходило? После дегустации вина немножко охота спать. Но мы внимательно слушаем гида. Это настолько феноменальный госпиталь, который немножко так для чистой совести построил канцлер. И этот госпиталь был рассчитан в первую очередь для бедных. Кстати, он тоже был финансирован этим кардиналом. И здесь они получали белый хлеб и мясо. Их здесь очень хорошо кормили. Но здесь можно было оставаться всего несколько дней. Они обязаны были принимать даже не просто смертельно больных людей, но и тех, которые были заражены чумой. Такие были правила. И какими-то такими очень серьезными заболеваниями. Слушайте, мы сейчас находимся в палате для зажиточных людей. И, кстати, большинство престижных виноградников принадлежит именно этому госпиталю. Почему? Потому что очень часто зажиточные люди завещали свои виноградники, свои владения именно этому госпиталю. Если у них не было наследников или просто они были несказанно благодарны работникам, здесь всех больных обслуживали. Им просто помогали больным. И, кстати, считалось, что если ты лежишь, значит, ты умер. Поэтому больные здесь были в таком полущадячем положении. Вот здесь вы можете видеть, как были одеты эти монашки. То есть это был прям эксклюзивный госпиталь, который по своим стандартам мог бы посоревноваться с современными, как мне кажется. Обалдеть! Под нами находится река. То есть госпиталь построен на реке. Здесь бедным выдавали еду. Их здесь очень хорошо кормили. Причем три раза в день. И иногда некоторые из них только здесь могли попробовать мясо и также съесть белый хлеб, который вообще считался в те времена какой-то манной небесной. И также их кормили из хорошей посуды. Здесь было 30 мест. И на одной такой койке могли находиться сразу двое пациентов. Сегодня у нас очень ранний подъем. Все ради того, чтобы побывать на фабрике Виши. У нас будет также небольшая экскурсия, где мы сможем заглянуть на производственную линию. И также интервью с директором завода, который ответит на наши вопросы. И также расскажет нам о том, как все создается. И у нас еще сегодня будет экскурсия по самому городку Виши. Виши, да, фабрика находится неподалеку от этого курорта. Нам говорили, что это небольшая деревня. Но на самом деле это не так. Это потрясающе красивое место с шикарными отелями. Также здесь находятся источники, в том числе и источник Лукас, по-моему он называется, из которого берут термальную воду для Виши. И мы также узнаем о свойствах термальной воды, что же она такого делает. И вообще термальная вода это сердце бренда. То есть это то, чем славится косметика Виши. И мне кажется, что не все понимают, чем же она отличается от остальных, как она действует на нашу кожу, что она делает, чего мы должны от нее ожидать. Поэтому лично мне очень интересно послушать. И, конечно же, протестировать на себе оригинальную воду Виши прямо с источника. Это круто. Нам нужно переодеться. Сначала берем коробку с обувью. Так подумаете, у кого более сексуальные обувь? У меня или у Дианы? Знаешь, как говорят, почему девушки так долго на счет не ходят? Потому что им размер совершенно разный. Да. Слушайте, очень даже трендер. Можно было бы ехать на фэшн-вик. Вика, тебе все идет. На заводе Виши самые важные очки этого сезона. Нам дали еще один аксессуар. Теперь я в полном обмунировании. Это директор завода. Вся косметика Виши производится только здесь, во Франции. Так как они используют термальную воду из источника Лукас, а она сохраняет свои полезные свойства всего 24 часа. Кстати, линейка Минераль появилась только год назад, так как команда Виши долго трудилась над созданием специальной формулы, которая сможет содержать целых 89% той самой чудодейственной термальной воды. Все средства проходят несколько этапов контроля качества до, после и во время производства. Если есть хоть малейшие отклонения от нормы, такая партия ни в коем случае не поступает в продажу. Мы приехали к источнику, скажите, как правильно называется? Дом и Лис. Да. Отсюда добывается термальная вода. И эти ключи далеко не у каждого есть. Вот. У нас официальный гид города Виши. И сейчас подойдем поближе. Она горячая? Ух ты! На том уровне, что вы трогаете, что она такая теплая. Горячая? Говорят, что она гранированная. А можно потрогать вот эти минералы сами? Что? Можно потрогать вот эти минералы? Конечно, да-да-да-да-да. И вот этот вот, видите, такой как бы грибок, это натурально, вот такие вот, все это нарастает натурально. Это... Пошел в таком? Да. Делает... Пробуем воду из источника Целестин. Ее можно пить всем без назначения доктора. Здесь очень красивый бювет, наверное, так это называется. Во всяком случае, это русско-цеп. Место, где можно брать воду из источника и пить, называется. Буду говорить так. Ничем не пахнет? Она, кстати, немножко дозированная. Приятная. Вот так он выглядит издалека. И, кстати, сам источник выходит из скалы. А на скале раньше находился монастырь. Вот остался небольшой кусочек, и он принадлежал братьям Целестин. Как-то неправильно, правильно или неправильно склоняю. Ну, и отсюда, собственно говоря, название Целестин. Мы с Викой сегодня прогулялись полтора часа по улочкам, которые находились... Находятся до сих пор рядом с нашим отелем. И сейчас с гидом ходим по городу. Каждый уголок такой ухоженный. Я даже не знала о том, что Виши, вот этот город, да, он настолько красивый, он настолько волшебный. Хочется как можно больше вам показать этой потрясающей архитектуры, потому что это настоящее произведение искусства. Перед нами сейчас вот такое прекрасное здание. Раньше это было казино. А сейчас это дворец конгрессов опера Виши. Здание, настоящий миниатюрный медицианский дворец. Сейчас там пять квартир, а был построен для человека господина Ламбера, который лежал из галереи искусства. Присутствует львов по всему фасаду. Лево – это символ святого Марка, хранителя Венеции. Когда вы можете ее положить, она, конечно, тяжело пьется, но если мы моем руки и лицо, если вы какое-то оставите, оно натурально высохнет, вы увидите, как будто бы кремом намазали руки. Пусть водичка высохнет, можете сделать тест, попробовать. Первые 30 секунд она начнет сохнуть, такое будет впечатление, что липкость кожи появится, и потом полностью абсолютно нежная кожа. Я о нем расскажу. В 50-х годах к нам в город Виши приезжает один врач, доктор Хеллер. Он был одним из первых во Франции, кто начал практиковать хирургическую, эстетическую хирургию. Потому что после Первой мировой войны очень много людей ожогом было. У него был пациент с сильнейшим ожогом. Он его начал лечить водичкой Лукас, и невооруженным взглядом только заметил, что свет ожога улучшается, какие-то части исчезают. Он начинает изучать в лаборатории Лукас, и научно доказал, что молекулы источника Лукас регенерируют клетки кожи. И в 1934 году здесь, в отеле Карлтон, мы открываем первую лабораторию, начинаем выпускать первые крема, которые назывались «Секреты Виши». И чтобы вы знали, что бренд Виши был первым в Европе, который в 30-е годы придумал, нашел, сделал крема для каждого типа кожи. Люди, которые знают, приезжают... Сейчас проверим, у меня очень сухие руки. Это смывается, на дехальце девочки накладывают. И уже в течение буквально двух дней вы увидите результат в самом деле. В центре Слав у нас есть красоты, они делают процедуры. Ей, этой водой... Вот хотите верьте, хотите нет, но посмотрите на мою категору. У меня действительно руки, как после крема. В Виши мы остановились в этом отеле, сейчас без 15.08, мы с Викой встречаемся на завтрак, и дальше идем с девочками в спа. У нас будет две процедуры. Одна на все тело, где будет использована термальная вода. И очень интересно, что же нам будут делать. Они работают на косметике Виши. И дальше нас ждет целый час разных процедур с хитами от Виши. Вы скажете, что мы с Викой вообще офигели, но мы пришли на завтрак в халатах, потому что мы видели, что люди так делают. Сразу после завтрака мы идем в спа, и у нас не будет времени переодеться. Этот отель славится не только своим спа-центром Виши, но и также здесь очень интересное диетическое питание. Я специально принесла с собой на завтрак камеру, чтобы вам показать. Это питание не только вкусное, сытное, полезное, понятное дело, но еще и с красивой гастрономической подачей. Что имеется в виду? Посмотрите, это вот полезная смузи. Здорово, правда? Мы уже в спа, и я даже не ожидала, что это такой большой центр. Здесь вот сыворотка. Давайте позаглядываем. Девочки там сидят. Какая красивая экспозиция. И по-русски говорят, между прочим. Приятная, расслабляющая музыка. Вы часто бываете в спа, но вот если по-честному, то я всего несколько раз была в настоящем спа. На пальцах одной руки можно пересчитать. Может, стоит чаще посещать такие места. Мне кажется, я сейчас похожа на какого-то распаренного, расслабленного поросенка. Мне так понравились эти процедуры. Мне кажется, я даже медленнее говорю. Это было так приятно, так расслабляюще. Просто можно было бы сейчас идти спать. Значит, нам выполнили весь такой бьюти-ритуал для лица. Кожа такая увлажненная сейчас, успокоенная. У меня, к сожалению, как раз в месяц бывает очень много высыпаний. Еще плюс перелеты. Так что для моего лица это было настоящее блаженство. А что касается процедуры для тела, мне кажется, что это первый и, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я испытала что-то такое. В общем, тебя кладут на кушетку. Она такая как бы обтянута какой-то пленкой, ну, чем-то таким, знаете, пластиковым. И на тебя постоянно льется термальная вода, и тебе выполняют массаж четыре руки. Вы себе не представляете, как это было приятно. А если вы здесь были, то представляете. Спасибо большое, Виши, за четыре потрясающих дня. Это была фантастика. И вы знаете, что классно, что я не воспринимаю это как должное. То есть вот приехала, типа, и... Я просто воспринимаю это как какую-то награду, как шанс, возможно, даже единственный в жизни, побывать в таком месте, с таким брендом всемирно известным. Спасибо огромное всем, кто занимался организацией. Мне так понравилось. Катюша, тебе привет. И очень здорово то, что, знаете, у нас была и программа для души, и для тела, и для развития. И вообще, когда ты узнаёшь о источниках бренда, ну, то есть о том, откуда всё берётся, когда ты можешь на себе испытать. Вот реально, если бы вы видели даже руки массажисток, которые работают постоянно в этой термальной воде, там вообще не намёка на шелушение. Они настолько вот ухоженные руки, без какого-то маникюра, но кутикула у них просто в идеальном состоянии. Счастливчики, что у них есть возможность плескаться в этой воде нон-стоп. И это, конечно, очень впечатляет. Все источники. Ещё мы были на заводе Виши. Мне такое нравится. Даже когда я работала в отделе маркетинга, то я регулярно бывала на продукции. И вот когда происходит разлив средств, то всё там прямо, ну, чуть ли не герметично, то есть туда ни одна пылинка не попадает. Ещё очень прикольно, что коллектив такой дружный. Видно, что они друг друга уважают, и что работают с особым воодушевлением. Франция – это отдельная тема для разговора, потому что я влюблена в эту страну, вот в каждый уголочек. И если у меня только появится возможность поехать, то мы обязательно это сделаем. Сейчас детки подросли, и Томак сказал, что мы можем путешествовать именно в таком формате. Я думаю, что по мне видно, что я пережила полную перезагрузку, такой ренессанс, наверное, даже. Я не знаю, что можно добавить. Мне кажется, что по моему довольному лицу и так всё видно. И я так благодарна судьбе за то, что, чёрт побери, у меня есть такая возможность. По-настоящему благодарна от всего сердца. Я надеюсь, что вам было интересно. Я постараюсь смонтировать этот влог так, чтобы вы смогли получить те же эмоции, которые испытала я от этой поездки. Я очень люблю монтировать такие видео. С удовольствием запишу для вас озвучку. Я даже кое-что записывала себе в телефон, чтобы не забыть какие-то факты, какие-то интересные легенды. Так что попробую вам всё это передать. Буду очень сильно стараться. Если вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. Это очень мотивирует. А впереди ещё несколько интересных путешествий. Конечно, будут домашние влоги, которые я тоже очень люблю снимать. Возвращаюсь домой, потому что наш день рождения. И вообще у нас будет детский праздник послезавтра. И в субботу семейное торжество. Так что возвращаюсь. Я очень сильно соскучилась. Я впервые уехала на так долго. И спасибо, что там меня отпускают. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Продолжение следует...